Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзялся в великолепие Твое, премьи выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 3 июля, среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к римлянам, глава 8, стихи со 2 по 13. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела, духом своим живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщая эти дела плотские, то живы будете. Итак, дорогие братья и сестры, вновь и вновь церковь обращает наш взор на послание апостола Павла Кремлина. Второй стих, со 2 по 13 стих, 8 главы. И эта глава вообще посвящена жизни в духе. Здесь говорится о том, что значит жить в духе и что значит дух для христианина. Итак, как сказано, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И далее этот тезис раскрывается. Как закон, ослабленный плотью, много-много раз говорилось, что человек не мог преодолеть вот этот вот порочный круг зависимости от своих страстей, от греха, который владел человеком, и в то же время осознание того, что есть некий идеал, то есть заповеди, и это все было для человека тяжело, потому что он был заложником своей плоти немощной, он был ослаблен, был бессилен, как говорит апостол Павел, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Итак, здесь раскрываются основоположные вообще принципы, что и мы поем за каждой литургией в символе веры. И заложены основоположные принципы нашего спасения. Человек был бессилен, он был заложником своей плоти, которая не могла преодолеть закон греха и стать равной тому идеалу, который вырисовывал, отчерчивал человеку закон Божий. И поэтому человек был бессилен, и поэтому ради этого бессилия человеческого и воплотился Бог. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, человек принял зрак раба, то есть он стал во всем подобным нам и был послушен Богу даже до смерти, до смерти крестной. И придя на землю, Господь Иисус Христос, Сын Божий стал как бы жертвой за грех и осудил грех во плоти. То есть он сам стал плотью человеческой, Господь Иисус Христос, и в своей жертве, в себе самом на кресте, и пригвоздил грех, и уничтожил его, осудил его в плоти человеческой. Даровал человеческой плоти человеку свободу, быть свободным от греха по вере, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Чтобы толкователи по-разному смотрят на этот стих, но суть его такова, чтобы нам, живущих не по плоти, но по духу, жить так, как, в принципе, и задумывал Бог, создавая закон, закон Божий. И поэтому теперь жизнь в духе позволяет нам, не опираясь на закон, жить так, как этот закон подразумевал. Но в дальнейшем, как только пришел закон, грех поставил человека в зависимое от себя состояние, и закон стал орудием греха в жизни человека. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Опять мы слышим вот это противопоставление жизни во плоти и жизни по духу. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Здесь еще раз, еще раз говорится о том, что человек не может, он бессилен перед законом и бессилен перед грехом. Бессилен он перед законом, потому что не может его исполнить вследствие слабости своей плоти. И поэтому он поступает по закону плоти. Но Христос освобождает от этого закона, осудив в плоти грех. И поэтому человека освобождает именно вера во Христа Иисуса. Именно наше крещение во Христа, в Церкви, во имя Святой Троицы, и делает возможным нам бороться с этими помышлениями плоти. И осуждает грех во Христе. А мы становимся сопричастными этому осуждению греха, и таким образом освобождаемся из этого порочного круга зависимости нас от закона и греха. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. И тут очень важное замечание в 9 стихе. Нужно поступать и жить по духу. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Очень важно, Дух Христов приходит именно с верой. С верой и доверием во Христа. Соответственно, если мы живем не по духу, то мы не принадлежим Христу, и, соответственно, мы и не свободны от закона плоти. Если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Апостол Павел выдвигает главный тезис нашей духовной жизни. Это жизнь во Христе Иисусе. И жизнь по его духу. Здесь взаимосвязаны все. Вера и действия согласно этой вере, действия согласно призывам Господа нашего Иисуса Христа следовать за ним. Жить в нем, это значит идти его путем. Путем его церкви, путем его таинств. Это и значит жить в духе. Если мы живем, то дух его присутствует в нас и нужно только не выходить из этого состояния. Непрестанно пребывать в нем, чему примером нам являются все святые и опыт святоотеческой, святоотеческое наше наследие. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. Если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. В итоге нас сегодня призывает апостол Павел к жизни по духу. Жизни не по плоти, но жизни по духу в Иисусе Христе. Если есть дух Христов в нас, то мы принадлежим Ему. А как принадлежать Христу в каждый определенный исторический период? Этому и научает нас живой опыт церкви. Здесь и сейчас, сегодня, не откладывая, нужно учиться жить во Христе, опираясь на опыт церкви, опыт святых отцов, на жизнь через таинство церкви, через таинство исповеди, через примирение с Богом, через таинство Евхаристии. И живя в таинствах, мы будем постепенно научаться жизни в духе, чтобы жизнь Христова была в нас, и мы были действительно Его. Через это мы все получим наше спасение, обетованное нам Господом. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о воскрешенном Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова